Новое поколение BMW 4 серии выходит на финальные испытания перед премьерой. По этому случаю баварцы решили огласить несколько ключевых фактов. Так, четвёрка будет на 6 сантиметров ниже родственного седана 3 серии, а центр тяжести сместится вниз на 2 сантиметра. Для большей жёсткости кузова под капотом, на днище и в местах крепления подвесок появятся усилители. Доработка ходовой не ограничится сменой калибровок. Спереди будет увеличен отрицательный развал колёс и установлены другие рулевые тяги, а сзади расширены колея. Топовой версии на первое время заявят 440-ю. Она получит трёхлитровый турбомотор, дополненный гибридной надстройкой. В трансмиссии заявлен классический восьмиступенчатый автомат, а также система полного привода, построенная вокруг муфты на передней оси. Дополнительный бонус – задний дифференциал, управляемый электроникой. Версии попроще раскроют во время официальной премьеры. Следом за купе свет увидят кабриолет и пятидверное – гран-купе. Всё сказанное пиар-службами марки проиллюстрировало фотографиями закамуфлированного прототипа. Однако фотошпионы постарались куда лучше. Благодаря папарацци мы заранее знаем, что четвёрка обретёт просто гигантские ноздри на передке. Механические трансмиссии рано списывать со счетов, во всяком случае в сегменте спорткаров. Прошлую осенью Porsche предложила механику для 911 серии 992 только американцам, а сейчас такие машины появились и в Европе. Семиступенчатую механику можно заказать исключительно для Carrera S и 4S. Притом ценник ровно такой же, что и с восьми диапазонной коробкой PDK. Автомобили с механической трансмиссией оснащены пакетом Sport Chrono, в который входят активные опоры двигателя, автоматическая перегазовка, система выбора ездовых режимов, трековое приложение и датчик температуры шин. Вдобавок, ручным Porsche 911 полагается механическая блокировка заднего дифференциала системы управления вектором тяги. Учитывая скорострельность современных преселективов, логично, что трёхпедальные Porsche оказались заметно медленнее автоматических трансмиссий. Впрочем, для ценителей аутентичных ощущений это совсем не важно. Продолжение следует...